АПЛОДИСМЕНТЫ Возможно, честное слово, Илана, какой-то закон подлости, телефон все время звонит под руку, все время, не замечали? Я тут как-то залез у душ, у душ залез, только намылился капитально, тиры-дын-тын, 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 телефон с комнаты звонит. Ну, можно ж было, конечно, аж не кидаться к нему, а после самому перезвонить, но это ж не вы одна. Вы меня понимаете, да? Я быстренько руку ополоснул, выскочил с ванны и сразу, никогда в жизни не получалось, а тут получилось, сразу сел на шпагат. Как я так неожиданно посклизнулся, как будто алолед на кафеле, корова на льду так не посклизаться, как я, так и сидела у виде буквы Т перевернутой. Да вам ха-ха, вы попробуйте, а не запланированно, сядьте на шпагат и поделитесь впечатлениями. Ты ж сидишь ни чихнуть, ни вздохнуть, не понимаешь, шо треснуло, шо целло. Сидел, пока супруа не вернулась. А она с порога лянула на мой шпагат и говорит, надо же, у постели лежит, как бревно, а тут прямо акробат. Я говорю, дура, помоги мне устать. Она, не моя обязанность, а тяга, нехай скоро разбирается. Доктор с фельдшером долго глядели на меня, не моргая. Потом доктор тоже выдал, говорит, не по нашей части. Санек, зови Ефимыча. Через пять минут нарисовалась вот эта вот водитель скоропомощи и подняла меня со шпагата при помощи домкрата. Недели три вот так вот охотил. Как щелкунчик по лебединому озеру. Я же говорю, мобилка страшное дело. А вот бывает, ошибаются, звонят, не туда попадают. Как-то лежу во благо футбол, гляжу, пилко потягиваю с валидолом. Ну, переживаю, может, наши выиграют. Я же не фанат футбола, меня жена заставляет. Да, моя Ангелина, жутко ревнивая, разрешает по телевизору лететь только в футбол. Если фигурное катание, одиночное мужское. Ну, знаешь, опасный момент, удар поворотом. Марван, ну можно? Голос такой вот совсем простой. Не то, что у меня. Я говорю, вы не туда попали. Он говорит, в смысле, позовите Марванну. Я говорю, а ну назовите последние цифры номера, что вы набираете. Он говорит, 4835. Я говорю, это 35, а вы-то попали на 36. Он говорит, так это же рядом, пригласите Марванну. Ну, придурашный. Ну, а буквально позавчера мне моя гелька говорит, Гриша, почему бы тебе сейчас не исполнить свой супружеский долг? Вот ей приспичило, вынь по ложь. И всегда во время фигурного катания. Падите, смс-ка вибрирует, у кармани, что пишут. Уважаемый абонент, отправьте на этот номер смс со словом балбес, чтобы выиграть Мерседес. Когда вот это вот первый раз прислали, я еще подумал, почему балбес? Потом до Тумкову, когда отправил. В сиденье со счета. За что я говорил, а? Ты видишь, сбила меня смс-ка. За что я говорил? Супружеский долг. Супружеский долг, женщины помнят, лянь. Да, а я так под дурачка, а какой еще долг, Геля? Она говорит, а тот, что ты последний раз исполнял 16 августа прошлого года, помню? Я говорю, конечно, помню, я тогда мусор вынес. Она говорит, не выкобеливайся, дорогуша, и начало краситься на ночь, лядя. Лана весь день ходила на черта похожие. Видимо, чтобы я ночью не уснул, да? А тут надуханилась, легла у новом белом белье у дырочку. Хлопает по матрасу, дескать, ко мне. Тузик. Ну, я рядом лег. У черных носках. Тоже в дырочку, да. Для общей гармонии. И начал исполнять. Ой, морозь, морозь, не морозь меня. А шо я еще могу после шпага? И тут эсэмэска. Эсэмэска. На ее наязвен телефон. Мазин новой модной одежды. Хэк-энцент. Сегодня ровно у полночь проводит акцию. Шубы летом, сарафаны зимой. Скидки от 80%. Моя, как рванет в этот магазин. Второй день ее нету. Пойду по ходу глядеть женское фигурное катание. Ой, морозь, морозь, не морозь меня. Ой, морозь, не морозь, не морозь меня.